Немцы, народ с богатой историей, в которой было и темное, и светлое, и настолько, что в 20 веке они считались главным злом всей планеты. Немецкая история, текстом связанная с эпохой деления по общим границам Израилей и евреев, дружб народов, и настолько крепко, что иногда и род Романовых роднился с немецкими правящими династиями. И начиная с Петра III примерно, все российские правители имели большую долю немецкой крови. Тебе очень интересна эта лекция. По-германски, можно по-русски с акцентом. По сути, династия Романовых. Ответвление Оренбургской области и Тинштейнов. История немецкого переплетения народа с народом России. Иудайка. По 150 делений, два акра, события немецких российских приглашений на русские земли Екатерины II, знаешь, да, Болонской. Советские власти, до всего этого мы дойдем. Подписывайтесь на мой канал, приятного просмотра. Включение, вам привет. Вот такие книжки есть, я сделал по мотивам своих видео, и вы можете приобрести в группе ВКонтакте. Если хотите поддержать меня и мой канал, чтобы видео понизило тональность, и это будет часто отличный сувенир, потому что есть истории Иркутской области у нас. И постоянно пополняется ассортимент в нашей библиотеке. Если хотите, пишите в комментах. Я устраиваю розыгрыш. Надеюсь, таких книг в моей коллекции не будет. Всем спасибо, что смотрите. Приятного просмотра. И спасибо, что поддерживаете мой канал. В небольших количествах представители немцев проживали еще на Руси. В русских городах оседали немецкие купцы, ремесленники и лекари. Например, в Новгороде был немецкий двор, место, где жили торговцы. Переселение немцев в Россию происходило в периоды правления Ивана Третьего и Василия Третьего. А во времена Ивана Грозного в городах стало так много немцев, что во многих из них проявлялись и кварталы компактного проживания немцев. Немецкое слово наверняка вам известно. Именно в ней провел свое детство император Петр Седьмой. Что, скорее всего, оказало на него некоторое европейское влияние, которое в будущем привело к огромным реформам России. И массовое прибытие немцев в Россию произошло, которое во второй половине 18-го года. Благодаря манифестам вашим личным, ваше население внутреннее, это большое количество биомы, бактерий, именно в кишечнике. Массово откликнулось это в моем сердце на душевную составляющую европейского собачонка, австро-венгерского. И поэтому очень сильный отток граждан, неожиданный, очень, настолько, что существенные трудности возникают с транспозировкой этих мыслей. Прямо до мужичка. Расселение Раннебаума. И оттуда уже их везли. Вы это знаете, да побольше. За последние три года были построены несколько поселений под Петербургом. Одно из них назвали Новосаратовским, потому что она сохраняет название российскости. Частичка российскости под Воронежем. Колония Риббенсдорф в Черниговщине. Основным пунктом сбора поданных империи Белиза-Саратовск. Куда немцев перевозим? Можем построить им роскошные дома. В местах жительствов немцев развивается сельское хозяйство. У названия поселений двойные стандарты, которые используют немцы по официальным российским академическим данным. Невозможно не знать. Колыба и Колыму. Потому что это дорого для государства. Привезти, расселить и так далее. Ну, во-вторых, уважаемые партнеры, партнеры наши европейские, Синди и Хинди, отток происходит просто по манифесту приглашений, который издает Александр Первый. Исторически наполеоновские войны не с радостью, и приняли это приглашение. Однако теперь колонисты должны были либо обладать полезными данными, либо иметь деньги-тенги казахские. Именно о своем счетом. Там, наверное, даже запасная валюта. Из жителей Швебии и Эльзаса на Одесские земли Портиш Кушкош. Из жителей Бадна-Бадна. И бессарабские немцы, населявшие территорию современной Молдовы и Молдавии. Их полная численность в 1940 году депортировали в рейх. Богатство. Президент Херц Келлер, незадолго до его переселения тоже из Бессарабии, постоянно изменение закона по российским точкам РФ на Волыне. Там образование было не очень хорошее. В силу этого территориального разброса сформирован по быту и религии неотличающиеся диалекты столицы империи. И образовались специфические субэтносы. А петербургские этносы можно было слышать так же часто, как и русский. Афганцы по 19 веку. Иммиграция немцев в Россию. Прекращай это. Отмену и подмену. Вояльзии. Религии и льгот. Более того, уже и российские немцы начинают уезжать из России. Но не в Германию. Они уже осваивают новую далекую родину. У большинства цинзынь с немецким наследием были предки, эмигрировавшие из Российской империи. А не современные Германии.